добрый день дамы и господа всем привет кто меня слышит всем привет кто присоединился к нам добрый был отлично меня слышно это супер всем доброго времени суток зовут меня по-прежнему артёмов максим и тема наша сегодняшняя откат от зигзага стратегия так надеюсь у всех хорошее настроение погода тоже хорошая у нас после вчерашних 38 градусов сегодня 22 прям надо куртку одеваться очень непривычно просто даже я бы сказал кошмар как некомфортно но с другой стороны немножко охотимся и так торговая стратегия отката дзигзага чем ее употреблять какие пользоваться и что с ней можно делать торговая стратегия применяется на четырехчасовом и часовом таймфрейме меньше таймфрейма не использовали но можно в принципе теоретически можно попробовать большие таймфрейм дневка не очень комфортно использовать по причине того что очень большой стоп лосс будет очень очень большой прощение и также помимо большого большого стоп лосса будет очень долго ходить торговый сигнал очень долго отрабатывать поэтому поэтому оптимальным четырехчасовой и часовой таймфрейм зависит от вашего настроения от ваших возможностей потому как стоп лосс будет немножко различаться по сумме самое главное соблюдать риск-менеджмента солнышко и дождик это просто такая супер летняя погода особенно когда еще радуга после дождя появляется просто приятно смотреть развитием местами романтика ну что ж и так что мы будем применять стратегии первое это индикатор зигзаг расположена в дартах индикаторах пользовательский что ж такое извиняюсь у натальи выходной вообще супер и самым не зон зигзаг обзывается стандартный нас без каких-то изменений но сегодня новости смотрел 260 населенных осталось без электроэнергии белоруссии шмар ураган был просто обалдеть зато это самое если прохладно на улице мозг немножко лучше начинает соображать значит сегодня сорвем и так стандартные входные параметры 12 5 3 3 бета сам без каких-то без каких-то изменений нам сброс и меняем стандартный этот самый цвет можете изменить как вам удобно но в принципе там ширину индикатора можно не трогать цвет на любителя соответственно окей нажимаем да я надеюсь что к вечеру починят нам что у нас есть электроэнергия хорошо и так индикатор нам нужен зигзаг для того чтобы растягивать линии фибоначчи стратегия называется откат значит мы будем торговать с отката если кто-то видел бинара у евгения зигзагом то немножко все по кому используется соответственно здесь используется таким образом нам необходимо найти большой 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 импульс не кроме маленькое скромное движение зигзага а именно на большой большой импульс как бы пробил ближайшие максимум либо мимо минимум если этот импульс вниз соответственно вот он большой большой импульс отлично берем наш фибу и тянем по направлению импульса по направлению нашего соответственно и ищем будем ловить именно коррекцию на коррекции будем торговать по направлению наши ценовые ориентиры уровень с 82 по фиба на него мы будем ставить ордер наш на покупку торговля торговля ведется отложенными ордерами соответственно вставлять их можно в принципе два раза в день утром вечером торговая стратегия так сказать для тех у кого нет возможности постоянно на мониторить рынок постоянно сидеть у компьютера и все время наблюдать с одной стороны с другой стороны стратегия очень хорошо дисциплинирует расставили с утра ордера нажали в волшебную кнопочку и пошли заниматься своими делами вечером он там в какое-то время либо один раз в день лучше всего два раза она будет более оптимально вечером открыли терминал модифицировали ордера что-то убрали что-то доставили опять нажали волшебную кнопочку и пошли заниматься своими делами отдыхаться и так далее утром то же самое не нужно постоянно сидеть в монитор и делать вот так мышкой соответственно 38 и 2 уровень для выставления на покупку берем новый ордер в комментариях написываем какой таймфрейм используем если пишете торгуется все время на одном таймфрейме часовка и четырех часовка то можно не заниматься этим если же используется два там таймфрейма то лучше всего в комментариях написать какой таймфрейм вы использовали соответственно объем впитываете по своим силам свои возможности стоп лосс мы будем ставить на уровень фиба 50 соответственно рассчитываем таким образом посмотрели сколько пунктов будет наш стоп лосс посчитали сколько будет в денежках и если вам все под риском подходит значит ставим если это будет очень много тогда придется ставить переходить на часовой таймфрейм чтобы не рисковать и не выходить за пределы своих возможностей далее пишем ставим откложенный ордер будем покупать соответственно by limit и выставляя сцену те кто у меня присутствует на вебинарах постоянно знают что я ленивый и мне вы по цифрам выставлять цены очень очень сложно соответственно и я больше визуально соответственно ставим при цены вот он ваша берем его и визуально стягиваем ровненько на уровень 38 стратегия в принципе подходит под все валютные пары турецкой риры и японской ой и польского злотого причина в том что там очень очень огромные спреды и они будут выбивать стопы даже просто кошмар как некрасиво бывает такое что цена достигает этого значения но за счет того что спред растягивается там за долю секунды выбивает ордер и закрывается позиция это очень печально поэтому уж не выставили ордер попадает ровненько на фибу вот скорее всего из-за того что китайский юань здесь тоже достаточно прилично на уровень 50 по фиба ставим наш 100 класс ценовой ориентир в прибыли наш будет уровень 0 по фиба соответственно сюда мы ставим наш тейк профит вот выставлен нашего стоп-лосс стоит тейк профит и соответственно ордер если посчитать в цифрах то соотношение будет примерно 1 к 3 в некоторых случаях не больше это в принципе очень подходящее соотношение очень даже качественно если посмотреть историю то 34 убыточные сделки перекрывается одной прибыльной прибыль от одной сделки принципе 4 убыточные перекрывается спокойненько и очень даже налегке поэтому можно ставить по всем вариантам стоп-лосс изменяется по месту выставления уровнем 38.2 и 50 бесполезно потому что его сбивает постоянно оттягивать еще дальше тоже бесполезно стоп-лосс здесь конечно же можно не ставить но есть маленький нюанс если вы не поставите стоп-лосс можете попасть не коррекцию а на разворот движения и будет висеть большой 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 просадки говорится а оно вам надо поэтому лучше поставить стоп-лосс и в случае чего сделка автоматом закрыты вы не будете сидеть просадки каких случаях необходимо корректировать все движения или удалять ордера первое если наш зигзаг обновить свое значение либо цена получать в цена пересекает уровень 0 но нет сделку этом случае у нас все уровни изменятся мы нашу ордер удалять также очень-очень перед выходом новостей сильных там допустим отчеты банков изменения ставки рефинансирования либо выступление глав центра банков или там у этого самого федеральной резервной схемы также нонфармы очень важно вот перед выходом этих новостей необходимо удалить все ордера иначе будет очень сильное может произойти сильное движение и вас откроется закроется сделки конечно же можно там и заработать но очень уж большие риски поэтому лучше все удалить также в пятницу когда вы закончили свою отдельную все ордера удаляем причина понедельник может рынок взрывом в цене если в этот гэп попадет ваш ордер то он будет открыт по границе который грубо говоря он откроется где-то в космосе и закроется там же и это будет говорится не есть хорошо поэтому необходимо удалить но еще в придачу ко всему на выходных трейдер должен отдыхать и не думать о том что у меня там за позиция какая позиция открыта что к чему выходные радуемся жизни отвлекаемся от всего всего нашего рынка итак пройдемся по рынку покажу где выставлять разряд где не следует на маленьких движениях вот он примерчик если бы мы растянули фибу здесь и промазал конечно неважно позиция была это сразу же и было бы кошмар кошмар какое движение поэтому на маленьких движениях на маленьких импульсах ордера не ставим и перед новость все удаляем кто не знает где взять новости есть специальные экономические календари в интернете их много даже на сайте есть зашли посмотрели если новость важная ордера удалили подождали дальше опять выставили это наиболее максимальный вариант соответственно у нас был импульс потом перерисовал все свои рисунки все свои данные соответственно здесь ставить ордер не будем после пятничных движений ордера будет очень мало некты поставить нечем нечем будет поторговать к сожалению придется либо искать маленькие таймфреймы либо просто сидеть и ждать тогда придет какая-то торговая ситуация которая нам подходит допустим в этом варианте австралии и новой зеландии это нет смысла потому как цена на все грубо по флете это можно назвать флэт нету нету это само какого-то большого движения только нет андрей h4 и h1 оптимальный вариант часовка и четырех часовка выбор таймфрейма зависит от ваших возможностей по депозиту ну да да там жесточайший забор рисует даже на мелких фреймах никаких даже намеков на вход в сделку не придумается если какой-то флэтовую стратегию использовать сможет быть там есть но так вообще кошмар австралия с долларом импульс огромный был но зигзаг уже рассылал откат вот здесь если бы не поставить поставили ордер на муку или стоп лосс сидели бы в просадке на данный момент значение не пробито поэтому здесь вроде как импульс большой но ставить ордера нет смысла никакого далее канада швейцарец та же ситуация на маленьких импульсах на маленьких таких движениях нет смысла стать ордера по причине того что у нас 38.2 фиба и 50 находится очень очень близко и если посмотреть внимательно то допустим четырехчасовые свечи имеют размер больше чем это расстояние соответственно теоретически может просто одной свечей открыть сделку и закрыть ее по стопу поэтому не стоит в этом деле в таком варианте выставлять ордера иногда бывает за просмотр можно поставить и 12 и 13 трендеров по всем парам иногда бывает такое что ну нет торговой ситуации никакой и никак мы не поставим ордера расстраиваться от этого не нужно нужно порадоваться нет вариантов значит выходной трейдеры не очень давно на рынке не понимают радости выходных дней когда нет торговой ситуации можно побалдеть те кто недавно на рынке думают что надо торговать все время все время по торговать еще что-нибудь купить продать на самом деле выходные это класс и евро австралия тоже рисует импульсов вариантов нет здесь флажок в графике какой-то рисуется но по зигзагу ничего интересного евро канада та же ситуация евро швейцарский франк нет нет вариантов импульс есть но цена также получается на видимом графике зигзага рисует свои зигзаги и грубо говоря цена в коридоре находится поэтому здесь смысл-то нет в данной стратегии евро фунтик в принципе твердый в расчете на этот самый стратегии откат произошел пятая свеча образовалась конечно же вероятность достаточно низкая что евро фунт пойдет до нашего уровня фибоначи 38 но тем не менее можно поставить ордер и все Наталья это самое своего рода получает удовольствие в принципе когда человек получает удовольствие от каких-то действий это супер Наталья получает от графиков это очень даже прикольно я когда-то тоже получал огромное удовольствие от графиков потом они мне надоели а теперь уже к сожалению эйфория прошла или может к радости эйфория прошла и воспринимаешь все как как обыденность какую-то да сейчас это самое дойдем до доллара швейцарца все пары просмотрим поэтому не переживайте время останется если вас интересует мелким или по другим стратегиям какой-нибудь обзорчик звезды свечи и так далее задавайте вопросы все подскажу все расскажу и так второй вариант выставления ордеров это если вы не ставите в комментариях таймфрейм можно просто на уровень фибоначчи навести курсорчик нажать правую мышку у нас выскакивает ордер buy limit ну тогда будьте внимательны с настройками потому что у меня у нас сразу объем тот который мне комфортен ну соответственно его сразу же раз и грубо говоря в одно движение но потом его будем модифицировать выставлять стоп лосс тейк профит соответственно сейчас так 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 стоп лоссик мы сейчас выставим мы будем покупать соответственно стоп лосс у нас будет внизу ой 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 изменить стоп лосс у нас внизу тейк профит у нас будет соответственно верху как только начало светиться штучка можно все выставлять и дальше передвигать но если вы любите визуально все выставлять можно навести курсорчики посмотреть цену ну и соответственно вбить цену вручную объем у меня автоматически выставлен выставляется он таким образом берем сервис у нас так как так торговля раздел и вот здесь объем по умолчанию либо неиспользованное значение либо ставим по умолчанию тот объем которому торгуется наиболее часто тогда у вас он будет выставляться автоматически нажимаем ok и все действия будут происходить в том тем объемом который вам необходим на выходных так на выходных там то и нет вариант смотреть просто у Натальи сегодня выходной рынок работает у Натальи видно скользящий график и у нее сегодня выходной вот она и кайфует от того что за графиками наблюдает а по субботу до воскресенья так то понятное дело чем мы не посмотреть рынок будет стоять у Натальи просто скользящий график и она пока все работают обалдеет так следующее евро иена евро иена перевернутый флаг рисует по зигзагу вариантов выставления ардеров здесь нет зеландия та же ситуация по моему три три пары вроде как есть которые по четырех часовке будут евро турецкая лира европольские злоты трогать не бяка бяка потому что у меня какие-то там тараканы по поводу злотого лиры из-за того что очень сильно растягивается спред посмотреть подвину я это все сдвину второй монитор подключен поэтому приходится обрезать эти самые размеры размеры терминала 260 пунктов а здесь 150 получается здесь 350 может запрыгнуть в 400 пунктов может 220 очень-очень расколбашивает спред поэтому лучше в нее не лезть взять что-нибудь более комфортно вот наталья скользящие скользящий график с одной стороны это очень даже хорошо есть много свободного времени но каждому на каждого свои пристрастия по поводу графика прям как в анекдоте сотрудника мчс спросили ну как работа да все хорошо все классный коллектив классный но как пожар хоть и так евро доллар тоже перевернутый флаг рисует или вымпел откатывает по зигзагу здесь выставлять ордер с одной стороны теоретически можно потому что пусть пробил минимальное значение и теоретически можно все поставить практически цена находится на уровне 38 и 2 вот тут уже рядом я бы не стал этого делать что-то мне подсказывает что как-то здесь неправильно иногда можно входить сделку также по маркету если цена находится на уровне 38 и 2 спасибо можно по маркету открыть позицию и не не ждать не ставится отложено при входе по маркету обратите у нас есть цена бит и ask и соответственно открыв сделку по маркету вы можете увеличить себе размер справа размер стопа а это иногда не очень комфортно поэтому будьте внимательно сеть фунт доллар сша к сожалению фунтик обновил вчера минимальное значение пробил этого и начал откатывать вот на фунт по фунту можно поставить все-таки ордер опять же вероятность достаточно такую глубину откатить но это поставим пускай будет всяком случае для статики можно попробовать новый ордер пошла 4 часа отложены будем продавать соответственно это sell limit цена должна быть выше текущей цены сразу выскочил подсказка можно установить а кстати такого раньше не было кумана соответственно мы это дело сдвинули на 38 и 2 и выставляем стоп лосс опс вверх ты правит можно также комбинировать торговую стратегию со второй который день рассказывает учать там фиба натягивается против тренда и с а направлением это сам не в направлении тренда торговли идет а наоборот сам откат пытаю попытка изловить уровень используется используется 30 130 по моему или что-то в этом роде я уж не помню вы меня зимите теоретически но там фишка будет другом фиба натягивает в обратную сторону и выставляется соответственно если использовать две стратегии то по этой стратегии можно открывать сделку а потом закрывать от той стратегии которая есть в лесном открывать в обратную сторону точно точно сегодня все по делу все все вопросы парик поступления по порядке это самое как это график открыл так и сразу вопрос андрей пошел зарабатывать денежку на депозит я его наверное расстроил сказав какой примерно должен быть депозит но это я не со зла так фунт австралиец ну в принципе тоже можно выставлять импульс огромный есть конечно же он вызван новостным фактором но тем не менее торговая ситуация позволяет нам поставить ордер соответственно будем ловить откат на продажу растянули фибу ровненько все померили и соответственно его изменили стоп лосс вверху тейк профит внизу пяти знаков тяжеловато все таки это 5 знаков после запятой очень очень большие лифры получаем это может быть кто-то испугает не пугаетесь это все-таки 5 знаков куда стоп лосс тысячу пунктов некоторым людям может быть очень комфортно что поделать фунт е на же ситуация принципе можно ставить на что-то мне вот несколько дней кажется что фунт очень очень пока нестабилен и непредсказуемо поэтому вчера я тут в попытках открыть сделку открыл ее просто так висит минусе не захотел он идти глубоко вниз но ничего страшно куда же он денется так новая зеландия швейдаре старой ситуации нет вариантов выставления ордера новой зеландии иена тоже вернулась цена не пойдет доллар потерялась сериал график все исправим новой зеландии фунт новой зеландии 4 часа откат начался но здесь уже то здесь не то лучше на давайте поставить ордер есть но по канадцу зигзагу ничего не показывает на дневном график коридорчик отталкивается там будет что-то интересное но пока закончим зигзагу швейцарец импульс не очень такой приличный это дело в покое юань поставили мексиканская песо маловато будет цена вернулась в свой так сказать коридор доллар иена в данном случае в принципе теоретически можно выставить ордер но цена пересекла уровень 7.2 и пошла в район стоп-лосса в данном случае входить в сделку не следует потому как ордер мы не поставим на откат а по маркету цена практически возле стоп-лосса расположена откроем сделку и сразу придется ее закрывать теоретически зачем в польске злотый сиоми резкими движениями оставим в покое российский рубль к сожалению по данной стратегии тоже не торгуется абсолютно как бы мы ни старались его если только торговать то на каком-то маленьком таймфрейме но с его спредом очень тяжело будет так 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 о мне только что пришли пришло сообщение андрей это это самое отвечает наталья а я только увидел кошмар так секундочку так немножко я это самое потерялся в чате что с фунтом вы мучили что вы там это самое как у меня сообщение доходит кошмар кошмар потом раз появилась интернет такой что-то что сделать сейчас вернемся к фунту и помучим его и южно-африканский рэнд импульс маленький по золоту по серебру вариантов выставления ордера нету и по золоту большой-большой-большой флаг рисует на h4 нагревает это все по зигзагу здесь вариантов нет выставления а теперь вернемся к фунту к фунтику и попробую сообразить что вы имели ввиду по фунту на h4 можно выставить ордер но вчерашние вчера мы надеялись на то что цена потопает вниз очень лихо кстати сейчас цифра очень крутая 1 3 3 3 3 3 3 3 3 на фунте надеялись что будет пробили пойдет все это вниз но не захотел не захотел фунт идти вниз я думаю все за счет этого отката откатит и пойдет вниз тут здесь пин барчик был на h4 два дня две свечи падения пин бар откат и опять образовался что-то наподобие пин бара либо здесь такая вот пин бар доджик опять же получается откат на флаге флаг образовался перевернутый и выбили стопы вероятнее всего цена потопает вниз по данному по фунту продолжить свое падение это есть четырех часовку а если по дневному графику то какой-то очень большая карьера происходит вот на четырех часов в принципе можно продать и стоп получится очень небольшой очень даже комфортной хотя есть конечно же вероятность что цена поднимется достаточно высоко но в данном случае продажа будет наиболее актуальна с этим самым небольшим стопом да сейчас пойдем евро фунт посмотрим так 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 сейчас одну секундочку просили 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 сейчас я гляну где это сериалы сообщения одну секундочку а вот доллар швейцарец Сергей просил сейчас посмотрим если шиши 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 швейцарская а потом пойдем евро фонд получим доллар швейцарец на четырех часовке а вот как это я его и пропустил в принципе теоретически можно выставлять ордер словить откат швейцарец очень красиво отстаивался на уровне 38.2 просто идеальные остановочки были поэтому можно так стакан нам не нужен стакан здесь неактуален поставим лимит и поставить стоп лосс на четырех часовке доллар швейцарский франк пытается нарисовать фигуру разворот под названием поглощение либо рельса либо шпала поэтому теоретически может упасть цена откатить не упасть откатить скорректироваться но что будет практический это вопрос риторический но теоретически может вполне откатить если взять поменьше то посвящим здесь также была рельса до этого и сейчас рельса теоретически может соберу фибу чтобы не мешало швейцарец теоретически по пробою этого уровня 0,97 6 5 4 вот по h1 тесто может вполне упасть может не до этого поддержки может вполне теоретически по часовке по четырех часовке то если будет закрыта вот это вот 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 штука просто нельзя конкретно говорить по как я знаю Это мое личное мнение и присутствует доля вероятности к этому. Просто если взять свечной анализ, технический анализ, то по теории, по книжке может идти это самое куда-то туда. Понятное дело, что рынок все равно сделает свое дело и пойдет в какую сторону ему нужно. Если брать, допустим, эту рельсу, которая может быть образована, когда четырехчасовка закроется, цена вполне может упасть вниз. Именно исходя из технического анализа и свечного. Исходя из опыта введения за графиками, вполне может быть надневки в Доджик. Разворот модель и падение цены. Это доллар в Швейцарии. Конечно же, никто не запретит ему пробить максимальное значение и потопать вверх. Вот такое может быть еврофунтик. С еврофунтом здесь немножко попроще ситуация. Если на четырехчасовке, давайте зигзаг уберу, так список индикаторов, беру зигзаг, чтобы он не отвлекал, покажу это самое, что будет. Вот здесь теоретически получается вымпел. Ну или флаг. Больше на флаг похоже данная штучка. То есть рост, откат и продолжение роста. Здесь хотя бы она по картинке видно, что это такое и как это используется. Есть люди, которым стратегия нравится. Но будьте внимательны все-таки. Если вам эта стратегия зигзаг в течение двух-трех недель приносит прибыль, то обязательно делайте на неделю-две перерыв. Проверено опытом. Она постоянно не может приносить прибыль. Ей нужно, так сказать, отдых. Потому что идет много сделок в прибыль, а потом как будто рынок совершенно начинает вести себя по-другому. И очень много по стопам начинает вносить. Прибыль не выбивает полностью всю, которую вы за 2-3 недели заработаете. Но очень неприятно. Поэтому приходит лучше всего сделать на недельку-две перерыв по этой стратегии, и поторговать чем-нибудь другим, а потом опять все устанавливать. Тогда тестики вы можете пропустить в этот период минусов-минусов. Соответственно, евро-фунт откатывает. И я так думаю, что будет флажок отработан в рост. Потенциал у него. Дальше на графе значений нет у меня таких. Поэтому теоретически вполне может пойти вверх с отката. Да, тут бывает такое, что тренды какие-то на том же 4-х часовом графике начинают ломаться на всех парах, не продолжатся ломаться. И тогда по стопам выносят. Поэтому здесь обязательно стоп-лосс ставить. В противном случае можно засесть в жесткую просадку, и потом сидеть несколько недель в ней и ломать голову. А что же делается? Зачем я так поступил? Поэтому лучше всего делать периф. Ну вот, может быть, может быть. Идут в отгулы, и рынок страдает из-за этого. Но нет. Вполне вероятно и такая штука. Соответственно, евро-фунт очень даже может уже пойти наверх. Это опять же лично мое мнение. Может не совпадать с мнением окружающих. Так, ну что ж. Стратегию разобрали. Стратегию помучили. Ордеров выставили. Раз, пять штучек. Так, Наталья в селе. Ничего не скажу. А то потом водец говорит, что вот такой пой. Насоветовал чего-то. По часовке ничего не могу сказать. По свечкам. Свечи и свечи. По четырех часовке. Хорошая такая. Это самое. Откат хороший пошел такой в виде флага. Подневки. Доджик образовывается. Или пин-барчик. Или инсайд-бар. Тут что-то непонятное. Пошептать, чтобы евро-фунт Натальи принес. Пару центов прибыли она закроет. И с чистой совестью будет балдеть. Так оно и будет. Закройте ее в плюс. Не переживайте. Образовывайте. Закройте в плюс. Не переживайте. Она вам раз в это самое в плюсе закроете. И будете радоваться жизни. Ну что ж. Спасибо тогда за внимание. Будем завершать наш вебинар. Всем хорошего настроения. Хорошей погоды. Хороших профитов. Всем по возможностям. Вопросов не надо. Всем до новых встреч. Всем спасибо. Всем пока. Все будет отлично, Наталья. Закроется сделка в плюсе. Всем спасибо.